Всем здравствуйте, всем здравствуйте! Я наконец в эфире, извините за ожидание, совершенно неожиданно как-то прошло много времени. Вот, видимо, весна на всех действует. У нас с нами снова встреча по сетям в Linux. И сегодня у нас такая тема, в которую очень-очень мне нужно сильно постараться, чтобы она не была обзорной. Потому что разговор про межсетевые экраны в Linux это такой бесконечный разговор. У меня был курс целый, если меня разгрузят от того, что я читаю на кафедре на обязаловке, я могу даже возобновить про межсетевые экраны. Отдельно. А нам придется это все упихивать в одну лекцию, да еще какую-то практику на этом делать. Значит, сначала какое-то количество бла-бла, постараюсь его сократить, потому что это фактически пересказ кусков всяких лекций википедии. Значит, во-первых, что такое вообще межсетевой экран? Бытует мнение, что это такое средство защиты от чего-то, ничего подобного. Межсетевой экран – это инструмент, который умеет делать что-то с трафиком. Защищает он вас при этом от чего-то, от каких-то атак или не защищает? Это вопрос того, что именно он делает. Надо понимать, что фаервол – это не средство защиты, это не какой-то гард или что-то такое. Мы можем рассматривать межсетевой экран как инструмент ограничения трафика какого-то, перенаправления по нашему произволу, преобразования, то есть что-то мы с этим трафиком делаем, и учет. Особенно для того, чтобы потом разобраться в некоторых статистических особенностях трафика и дальше какой-то анализ провести. Вот это вот общее определение намекает нам на то, что на самом деле какие-то вещи, которые мы уже с вами делали, ну, например, трафик шейпинг – это тоже свойство межсетевого экрана. Другое дело, что если делать разделение не функционально, а по, как скажем, названию инструментов, то трафик контрол, с которым мы работали в прошлый раз, или какие-нибудь нетворк эмулятор, они, значит, это инструменты довольно узкоспецифические, а инструменты, которые занимаются конкретно межсетевым экраном, они, как правило, умеют во всём вот это вот всё. Хотя, повторяю, инструменты, скажем, шейпинга, они отдельно. Вот. Да, значит, поскольку мы сказали здесь слово «трафик» и не сказали, какого уровня этот трафик, то, в принципе, мы можем захотеть устроить мышсетевой экран для трафика любого из разумных уровней, то есть и для интерфейсного, и для IP уровня сетевого, и для уровня TCP транспортного, и для уровня прикладного. Но разве что для уровня аппаратного непонятно, что такое мышсетевой экран, хотя какие-нибудь аппаратные шифровалки вообще всех сигналов, которые проходят через кабель, наверное, можно рассматривать как вариант межсетевого экрана такой. Вот. Про что мы не будем сегодня говорить, это про межсетевые экраны интерфейсного уровня, просто потому что это точно не влезет, тогда в лекции будет обзорным. Вот. Традиционно в Linux есть Ethernet… Ethernet чего? Bridge. Ethernet Bridge Tables. Вот. Ой. Интересно. Я не знал, что тут меня упоминают. Вот. Вот этот Энди Горев – это давний член нашего ТИМ, правда, давно его не видно, очень давно его не видно, но вот в те поры, когда мы писали эту книжку, действительно. Но я там вообще-то ничего не писал, я не знаю, я составитель этого сборника. Вот. Да. Так вот, значит, Ethernet Bridge Tables – это довольно старый инструмент, имеющийся в Linux Kernels с каких-то там нулевых годов, который позволяет, как вы понимаете, делать некоторые довольно развесистые действия над трафиком уровня Ethernet Bridge. То само интерфейсное. Вот. Современный инструмент, на который сейчас активно переходят в основном всякие Linux дистрибутивы и конкретные решения, называется NF Tables – NetFilter Tables. Вот. И у него в NetFilter Tables есть прямо отдельный раздел, который называется Bridge Filtering, который предназначен ровно для того же самого, для организации межсетевого экрана на интерфейсном уровне. Вот. Мы сейчас увидим полную картинку. Вот. Значит, полная картинка выглядит примерно так. Вот она, она довольно здоровая. Но прежде чем мы перейдем, про межсетевые экраны в Linux еще. Значит, традиционным, примерно современным Ethernet Bridge Tables является экран под названием IP Tables. Вот. Он же NetFilter. И долгое время я рассказывал про межсетевые экраны именно на примере IP Tables, потому что это очень мощный инструмент, который повально использовался во всех дистрибутивах и так далее. Но недавно изобрели, ну как, относительно недавно, изобрели штуку под названием NF Tables, ВАЗ, и она оказалась, как это сказать, более пригодна для рассказа на лекциях. Вот. Главное отличие IP Tables, NF Tables от IP Tables, это синтаксис ее настройки. Мы с вами помним, с примеров, которые я приводил, помните, как NAT настраивается, выдается командная строка этому самому IP Tables с большим количеством каких-то ключей, и в результате вжух начинается NAT. Так вот, все настройки IP Tables выглядят примерно так, как последовательность разнообразных командных строк, значение которых, в общем, интерпретировать можно только, если ты очень хорошо в этом разбираешься. В отличие от этого, настройка NF Tables выглядит как такие дескриптивные, как это, декларативные конфиг-файлы, из которых примерно понятно, что они делают, хотя, конечно, они довольно многоречивые. Мы все это сегодня увидим. Вот. Так вот, значит, картина. Общая картина выглядит примерно так. Она довольно развесистая, я не призываю вас в нее вглядываться. Вот. Могу только сказать, что у вот этого NF Tables, о котором мы говорим, у него есть несколько уровней рассмотрения, на которых он вообще работает. Значит, отдельно выделен уровень ARP, работы с ARP-запросами. Вы можете достаточно простым набором правил, тут ровно один набор правил под названием ARP-хендер, управлять, разбираться с ARP-пакетами. Отдельным уровень, синенький, это тот самый Bridge-филтеринг, в котором уже какие-то есть, в какие-то есть пути пакета. Вот эти стрелочки на схеме, это путь, по которому следует полученный пакет. Вот у нас есть полученный пакет, вот мы его приняли, а дальше мы начинаем думать, что мы делаем. Например, является ли этот пакет объектом рассмотрения Bridge-филтеринг-левел? Если да, мы передаем на синий уровень. Является ли он объектом рассмотрения протокол-левел, IP? В данном случае он называется IP. Если да, мы его передаем на зелененький уровень. Если при этом это не просто IP, а ARP-протокол, пенофиолетовенький. Мы с вами сегодня будем заниматься только зелененьким уровнем, не пугайтесь. Это гораздо проще. Хочу только заметить, что никаких специальных дополнений для прикладного уровня у NF-теблс нет. Если пакет получен, и он вышел из нашего уровня IP-TCP, то он просто отдается локальному процессу, и локальный процесс занимается чем-то. Этот локальный процесс может быть фейерволом уровня 5. Мы про это сегодня поговорим, но очень вскользь. Ну так вот, просьба не бояться. И обратите внимание на то, что на самом деле вот этот зелененький уровень выглядит примерно так. Давайте еще раз сравним. Если отсюда выкинуть определение того, что эта штука является бриджом. Так что зелененький уровень довольно-таки несложный. Выглядит он примерно так. В чем идея? Идея стоит в том, что у вас есть так называемые контрольные точки, через которые всегда проходит пакет. Пакеты бывают трех, условно говоря, судьбин. Это либо пакет, который мы получаем, и тогда мы его получаем, он проходит через контрольную точку прероутинг до всего. Дальше мы выясняем, кому он направлен. Если мы пакет получаем, он направлен нам. Он проходит через контрольную точку под названием input. И дальше все это складывается, уходит на прикладной уровень, складывается в приложение. Второй путь пакета. Это когда мы сами этот пакет отсылаем. Приложение. Пророждает пакет. Этот пакет принимается решение, куда его маршрутизировать. Как правило, это решение ровно одно. Видите? Routing decision. Просто принимается решение, кто должен быть следующим его получателем, где адрес получателя, адрес на уровне IP, адрес следующего хопа. И он попадает в контрольную точку output. То есть обработка тех пакетов, которые отправляем мы. А после нее в контрольную точку post routing. То есть обработка всех пакетов, которые от нас исходят, в том числе транзитных. И это третья судьбина пакетов. Когда, получая пакет и определяя, кому он предназначен, мы внезапно выясняем, что он не нам, а мы на самом деле маршрутизатор. И должны этот пакет передать дальше. В этом случае есть специальная контрольная точка forward, которая предназначена только для обрабатываемых транзитных пакетов. И дальше она уходит на post routing. Все пакеты, которые исходящие. И дальше она уходит туда, куда надо. Вот такая довольно простая схема. Мы можем считать, что пакет движется по этим стрелочкам. Дальше мы эту схему усложняем. У нас есть контрольная точка, а к ней привешиваются так называемые цепочки. Цепочки могут быть повешены на крючок, хук, и непосредственно висеть в контрольной точке. И тогда они рассматриваются сообразно, кажется, приоритетом этих цепочек. Пакет попадает на нашу контрольную точку, допустим, это приоритинг, и начинает ходить по цепочкам, уходит в цепочку. Там есть правила в этой цепочке. Он их по очереди обрабатывает. Если мы не сказали этому пакету «умри» или «передайся на специальную свободную цепочку, и там обработайся», а просто он дошел до конца, он тогда возвращается в контрольную точку и передается следующей цепочке. То есть фактически это такой просто набор правил, которые выполняются подряд друг за другом. Что в этих правилах написано? В этих правилах написано, что делать с нашим пакетом. Когда все цепочки, повешенные на нашу контрольную точку, проходят, он переходит по большой стрелочке к следующей контрольной точке, например, к input. И снова та же самая история. На каждую контрольную точку повешено по цепочке. В этой цепочке есть правила, они обрабатываются. Если с пакетом ничего не произошло, он возвращается и так далее. Свободные цепочки – это ситуация, когда она не подвешена ни к чему, и для того, чтобы пакет обрабатывался правилами свободной цепочки, нужна специальная команда «сходи в цепочку, и там обработайся». Явный вызов. То есть фактически получается вот такое путешествие пакета с уходом и возвратом. Еще со времен IP-таблс, помимо понятия «цепочка», сохранилось понятие «таблица». Таблица – это набор всевозможных цепочек, объединенных общим свойством решать какую-то пользовательскую задачу. Например, нам нужно что-то там такое занасить, и при этом не просто занасить, а причем еще зашипить, ну, короче говоря, обработать какой-то трафик. Мы говорим, вот эта таблица содержит цепочки обработы трафиков. Часть из этих цепочек свободная, часть привешена к одной контрольной точке, часть к другой. Зато мы можем эту таблицу добавить однократно в наш набор правил или удалить ее, и соответственно, соответствующие цепочки будут удалены из набора правил или добавлены. Вот. Цепочки бывают разных типов. Мы помним, что задание свойства firewall – это перенаправление, преобразование и фильтрация трафика. Вот они примерно так и называются. Цепочка типа road – это перенаправление трафика, цепочка типа filter – это фильтрация трафика, а цепочка типа NAT – это преобразование трафика. Называется оно NAT, потому что главная идея в преобразовании трафика, и, скорее всего, это интернет-кадрис translation. Как только пакет попадает на контрольную точку, он идет вообще по всем цепочкам или только по тем, которые ему нужны? Откуда он знает? У него мозгов нет. Есть ли что-то, что маркирует пакет? Даже если есть что-то, что маркирует пакет, в цепочке должно быть написано, что применять пакет с таким-то маркером. Пакет ничего не знает про себя, это просто пакет. Да, но в цепочке, может, написано. Если этот пакет маркирован таким-то образом… Да, или выкидывать, или идти на следующую. Ну, именно так. Вот. Возможно, синтаксис, как вы сейчас увидите, синтаксис NF-tables очень развесистый. Возможно, там есть все на эту тему. И даже какая-то заведомая префильтрация, чтобы пакеты вообще не ходили в отдельные цепочки. Вот. Имена, таблицы с почек, могут быть какие угодно. Вот. Чтобы представить, дать вам некоторое представление о том, насколько мощный этот инструмент NF-tables, именно как инструмент моделирования. Вот. В нем есть свои собственные типы данных, и их довольно много. Ну, там, пакет, да, вот какие бы эти типы данных, просто ради примера. Время разное. Интерфейс. Интерфейс сетевой. Адрес. Протокол. Connection tracker. Разный тип. И так далее. Их настолько много, что вы можете даже сказать, вызвать специальную утилиту NFT, которая управляет NFT-блс, сказать describe и дать, и в качестве параметра describe, сказать тип данных, а он расскажет, какого типа, или там, сказать, какой-то пакет, а нет, тип данных, а он расскажет, что это за тип, какие в нем поля и так далее. Настолько сложная система. Вот. Помимо типов данных, которые к вам приезжают, есть еще всевозможные умные структуры данных. Ну, например, вы можете задать интервал пакетов, да? Вы можете задать множество пакетов, не являющихся интервалом, просто через запятую или через точку. Вот. Разумеется, во всех connection tracker, где есть соответствие пар, ну, вот эти четверки входящие-выходящие, вот, там тоже свои типы данных и так далее, и так далее, и так далее. Даже есть такая штука под названием verdict maps, это такие картирования правил. Вы можете сказать, вот, ключ, а по этому ключу вызывается правило. То есть не только данные в данные, но даже данные в правила NF tables можно картировать. Это про NF tables, дорогой Николай. Netfilters кажется, Netfilter это кажется все-таки happy tables. А, ну да, счетчики, разумеется, очень важные штуки. Когда вам нужно, например, на основании того, что человек, некоторый сайт, некоторый айпишник совершил слишком много TCP-подключений, его забанить. Значит, надо сначала их посчитать. Вот это все тоже в тему сумеет. Вот. Наборные данных хороши тем, что, например, таблицы. Что в больших таблицах логарифмический поиск, потому что они упорядочены. Если вы, например, задумали держать блэк-лист всех, кто взламывает ваш секьюри-шелл, было бы неплохо вот эти тысячу этих людей из разных уголков земного шара, вернее, айпишников, держать в такой таблице, по которой бы поиск происходил быстро. Вот. Так что это тоже важный инструмент, чтобы не просматривать подряд. Какая же табличка? Именно так. Именно они. Ну вот. Для того, чтобы закончить немножко с бла-бла, давайте скажу, что, как правило, если вы сетевой админ, сидеть руками настраивать... Сидеть руками настраивать каждый сетевой профиль каждой машины, которую вы администрировать, это немножко задолбаться. И существуют такие инструменты, которые устроены немножко задом наперед. Вы описываете, как должна работать ваша сеть, а инструмент на основании этого описания генерит настройки для того же NF-таблс или IP-таблс. Один из таких примеров – это проект Shorewall, которым довольно активно используется в разных местах. Он, правда, видите, как по выпускам застрял в 2020 году, но, тем не менее, у нас наш нетворк-админ его использует в хост и в грим. Еще есть нетплан, кстати. Еще есть нетплан. Вот, нетплан, кажется... О, у нас даже, видите, есть какая-то про нетплан какой-то разговор больше. Да, он так же устроен. Видите, вы описываете, как устроена ваша сеть, описываете, кто ей, этой сетью заведует, потом жмете педаль, и эта сеть, значит, распространяется на все машины. Тут вопрос, а NF-таблс и IP-таблс могут ли работать вместе? Видите, могут этот интерфейс как немножко разным существом ядра, кажется? Слушайте, не знаю. По идее, нет. По идее, и то, и другое – это нетфильтр. По-хорошему-то. Слушайте, я не знаю ответ на этот вопрос. Скорее всего, я ответил первый раз неправильно. Я думаю, что в ядре это все-таки одно и то же. Ну вот. Значит, давайте все-таки уже все начнем работать, а то... А то... Где у нас там был... Что мы сделаем? Ну, давайте что-нибудь запустим. Так. Давайте для начала скачаем новый образ. Full Retrieved, говорит. Что-то мне не нравится, что он Full Retrieved. Я же его правил. На всякий случай скачаем еще раз. Вот. Свостроим площадку, в которой у нас будет клиент, роутер и сервер. Ну, тут их два клиента. Ну, про второй клиент, может быть, практика показывает, что мы не успеваем все проверить. Вот. Роутер у нас будет работать фейерволом, в том числе, и мы будем смотреть, как разные разные виды работы с трафиком между клиентом и сервером этим самым фейерволом управляются. Так. Все удаляем. Это тоже удаляем. Это импортируем. Вот. Давайте сразу сделаем, как было сказано, роутер. Роутер нет, deep нет. И клиент deep нет. Вот. Да. Значит, что сделаем? Ну, для начала, раз уж мы запустили некий, некий СРВ, который будет нам заниматься, заниматься, ну, скажем, выходом в интернет, давайте мы ему сделаем выход в интернет примерно так, как мы это делали в прошлой лекции на, указывая один-единственный параметр networkd. Вот. Но теперь мы этот параметр не будем делать, а сделаем это руками. Network. Вот. Сделаем это руками. Ну, то есть тут-то мы напишем матч name равняется этаж 0. Здесь network network dhcp равняется ipv4. Еще forwarding какой-нибудь надо сделать ему. Сейчас. Forwarding. Я просто не помню, какой там параметр. ipv4 forward. Вот, да. ipv4 равняется ipv4. Вот так. Только не yes. Yes — это устаревший вариант. Вот. Окей. Да. Ну, вот. Значит, что мы хотели сделать? А, мы хотели, мы хотели научиться делать, может, этот самый, научиться делать с помощью, с помощью NF-tables научиться делать маскарадинг. Вот. Значит, если вы помните, у networkd немножко такой полууниверсальный способ устраивать маскарадинг, вы говорите, что вот все пакеты, которые приходят вон из той сети, надо маскарадинг на какой-то сети по умолчанию. Вот. Поэтому там, если вы помните, опять-таки, при включении одной единственной опции сделать маскарадинг, там довольно много правил в NF-tables приезжало. В действительности надо сделать так. Во-первых, давайте запустим, запустим наш NF-tables. System ктл enable минус-минус now NF-tables. Вот. И давайте спросим у него NFT-лист рулесет. Рулесет, я сказал. Вот. Вот это рулесет по умолчанию, который ничего не делает, который говорит о чем? Table, мы помним, таблица, это просто группа цепочек, не более того. Да? Таблица. Это группа цепочек. Просто она базовая. Таблица называется Inet. Inet-filter она называется. И в этой группе цепочек есть три цепочки Input, Forward, Output. Вот эти названия Input, Forward, Output пускай вас не смущают, они не имеют никакого отношения к названию хуков. Никакого. Это название цепочек, они могут называться как угодно. Вот. А правильно, а вот это вот правильное название, это название хуков. Эта цепочка привешена на хук под названием Input, то есть висит вот в таком вот стиле, висит вот здесь. Вот. Эта цепочка привешена к хукам к точке входа Forward, висит вот здесь, вот в таком стиле. Вот. А это привешена к Output. И они ничего не делают. Как видите, по умолчанию у них полисиакцепт. Вот. Цепочки обрабатываются в порядке приоритетов, поэтому, когда вы добавляете цепочку в правило, обязательно надо указать, с какым приоритетом оно добавляется. Слово фильтр, это на самом деле какое-то число, специально подобранное авторами NF-tables, вот, которое, как бы, нам все равно, как бы. Ну что? Значит, что мы хотим сделать? Мы хотим в эту штуку добавить вот такую вот, вот такую вот, вот такое вот правило. Что в этом правильно написано? У нас будет отдельный тейбл под названием маскарайзинг, потому что мы не хотим править прямо вот тейбл и нет. Зачем? Мы сделаем отдельную таблицу, просто привесим цепочки из нее к нужным хукам. Вот. Заведем одну единственную цепочку, которая будет называться как мы хотим, это не важно, как она называется, и скажем, что у нее тип NAT, разумеется, что она привешена как пост-роутинг. Помните, да, что трансляция сетевых адресов делается после всего уже. Вот. Priority у нее SRC NAT. Опять, слово SRC NAT придумали за нас, это число, которое придумали за нас after-innov tables. Все source NAT должны иметь такой priority. Вот. Policy Accept и дополнительные свойства NAT будет происходить, если output interface name у нас этаж 0 и NAT будет типа маскарадинг. Помним, да, что маскарадинг это NAT много в один, при этом каждый раз надо смотреть, это правило будет смотреть, какой у нас текущий IP-адрес. Вдруг он получался по DHCP и нам его поменяли. Вот. Вот и вся цепочка. Мы его можем сделать как? Мы можем добавить это правило прямо в файл под названием nftables.nft и тогда оно будет работать всегда на автомате независимо ни от чего. Давайте так и сделаем. Вот это будет означать, вот это будет означать, что мы прибили к нашему, к нашей конфигурации nftables еще вот этот маскарадинг, который в принципе должен заработать. Давайте сделаем. То есть вот этот, то что type NAT hook это само правило, точнее это то, к чему. Tip NAT hook по стротинг priority сарценат. Вот оно. А то, что сверху, это просто как? Это тип, это то, каким способом наша цепочка вешается, это свойство цепочки. А дальше идут правила. Смотрите, давайте сделаем рестарт. Вот. давайте сделаем лист руль и сет. Вот они. Давайте даже сделаем вот так вот. Нет, не сюда. Вот сюда. Вот. За счет у этого самого, когда вы редактируете, значит, хорошо было с IP tables. IP tables был такой список правил по номерам. В случае NF tables, как видите, все это очень вложенное, поэтому при каждом правиле и при каждой табличке написана ручка. Ручка номер 8, ручка номер 1, ручка номер 2, локальная для ручки номер 8, ручка номер 9, ручка номер 1, локальная для нее, ручка номер 2, локальная для нее. Мы, в принципе, можем удалять по ручкам, говорим, удалить ручку 9 и удалиться вся таблица вместе со всем, что в нем лежит. Или там ручку 9.1, тогда удалится вот это. А можем сказать удалить цепочку под названием IP mask, IP mask, do mask. Мы сейчас все это будем делать. Но сейчас мы это сделали, мы сделали это как бы на постоянке. Мы, вот. Я вангую, что уже сейчас работает маскаразинг, вот он, что он привешен на пост-роутинг, и для того, чтобы это проверить, давайте попробуем сейчас настроить какой-нибудь клее, какой-нибудь роутер. пока мы настраиваем роутер, давайте посмотрим, что мы дальше делаем. А, нам нужно-то все три, потому что тут будет фильтрация. так, окей, запустим тогда на SRV еще запустим Авахи, чтобы у нас, чтобы у нас работал DNS какой-нибудь. на роутере, надо настроить IP-шник. Ну, IP-шник за нас никто не настроит. мы хотим. Да, 27 машинам IP-шники там. Ну, там у нас все три машины. Три машины это раз, два, три, четыре IP-шника. Мне кажется, можно сделать руками, так будет проще. Дехвцепо, конечно, да, но оно, мне не хочется, мне не хочется, там 50, dip-нет. Да, да, да. Здесь у нас будет name равняется eth1, это было e. Здесь у нас будет адрес, не адрес, network, network, адрес равняется, ну, скажем, 10 ABCD, dip-нет, да, 401-24, вообще нам больше ничего не надо. Больше ничего не надо. Сделали. На роутере. Это было нет, я соврал. А, а нам не нужно еще подтянуть себе дефолт? Секунд, 9. Здесь дефолт не нужен. Нам нужен будет дефолт на роутере, на SRV дефолт и так есть. Его DHCP принес. Его принес DHCP. Вот. На роутере. Да, блин, все время забывай, систем D. Почему так далеко оно лежит? Это все, это все виноват. Поттеринг, он не понимает в юзабилити ничего. 50, что там? Инт нет. Кстати, она называлась депнет у нас здесь зачем-то. А если у вас две сети будет между SRV и роутера, роутера и роутера клиентов? Да. Давайте мы ее переименуем. Мне не нравится такой вариант. такой вариант мне нравится больше, она все-таки инт нет. Он поменял на 10-9-0-1? Он и был 10-9-0-1 всегда. Я поменял на 4. Ну, короче, 9-9. Так, значит, что тут? Match, Match, Name, Name равняется Etage 1, Name, да. Вот здесь нужно будет Default. Нет, Work Адрес равняется 10-9-0-2-0-2-2-4 и Gateway, да, 10-9-0-2-0-2-0-2-4. 1-0-1. Это был 10. По-моему, это я могу путать. А, сейчас мы узнаем. Это еще, это еще раньше было, Ну, давайте проверим. Что нам, что нам стоит? Так, какого фамилия? это не так, да. Да, вроде правильно. вот тот факт что сейчас должен заработать dns это значит что у нас уже все работает ну-ка он заработал это значит что наш dns запрос ушел от нашего хоста с адресом с адресом 10902 занатился вот тут о этого dns запросы пинги занятились ну короче тут все 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 в количестве давать вот собственно вот этот dns запрос все все как надо очень хорошо кстати здесь давайте тоже лизу в конф в значит итак первое наше упражнение сына в тейблз завершилась успехом добавление вот этой штуки в конфиг привело к тому что у нас работает над на внешнем интерфейсе вот не так как в случае нетворк дэк где он немножко более хитро это делает вот ну и давайте мы теперь будем уже упражняться заведем клиента вот и тем временем настроим вторую сеть на роутере которая 10 4 так матч нэм равняется этаж 2 адрес нет нетворк адрес равняется 10402 слышь 24 нетворк да и кажется это все нам больше ничего нужно еще сказать что он forward запи forward или что такое ща а пифор нужно сделать иначе роутер не будет работать роутер вот 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 это вот это вот да вот заодно авахи систем ктл и не был минус нау авахи доема ping срв локал ты дышь it works вот значит давайте мы настроим клиент и уже будем настроить firewall всевозможными способами так что нам здесь нужно матч этаж 1 нетворк адрес 10 4 0 3 слэш 24 и гитвы ой 10 4 0 2 кажется это все на всякий случай не работе а потому что вот здесь нужно еще 10 4 сетей так тут надо еще сделать маршрут роут да помните статический роут иначе он просто не знает да иначе нам нужно этот самый и натягивать либо какой-то какой-то какой фамилия какой-нибудь bird или что-то такое да так нет нет сейчас сейчас я вспомню как это делается да 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 зачем мы сейчас настроим вот собственно вот типа чтобы это был не дефолт а да 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 это должен быть роут на 10 4 конкретно 10 9 0 2 а destination 10 9 0 4 слышь 4 10 4 4 4 4 0 0 да да сеть вот а если мы сделаем здесь если мы на srv сделаем просто дефолт это чем-то чревато будет да конечно у нас дефолт уже есть его dhcp принес дефолт а что дефолт уходит да 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 ну вот вот теперь вроде должно заработать ну it works ну вот к сожалению я потратил на это ну я нормально на это потратила еще рассказывал теперь примерчики значит давайте мы на нашем сервере на нашем роутере который работает фаерволом устроим жесткий фаервол и зафильтруем все кроме 22 порта как мы это делаем сначала мы должны добавить цепочку которая вообще все сбрасывает она будет на импуте у него будет полисе дробь соответственно все что это название таблицы это не про пиво 6 я честно не знаю не пробовал тут спрашивают про пиво 6 не могу сказать кажется кажется там все отдельно так добываем цепочку в таблицу и нет в нашу основную она будет в группу в в в господи давайте давайте просто копипащу мы еще раз это прочитаем только не сюда а в роутер естественно фирта в таблицу да вот значит добавим цепочку чё ух ты она называлась что-то типа там два слова в названии таблицы давайте попробуем да 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 потому что это интересно я же это пробовал вчера и нет фильтр да добавим цепочку в таблицу нет фильтр ща секундочку а я молодец а а а а она типа и нет вот ipv6 по-другому видимо и нет это ipv6 и ipv4 все так как говорит зигзаг вот это еще одна цепочка она привешена к инпуту и у нее полисе дроп знаете что будет ну вообще вообще все будет совершенно справедливо все все работать перестанет ой не перестала а сейчас нет мне не нравится это мы сейчас мы сейчас прибили цепочку не в forwarding от себя давайте мы тогда попробуем дайте удалим нфт нфт делить а добавить ее а тогда нам нужно новую таблицу создавать да потому что у нас здесь нету хотя нет почему зачем зачем просто хук хук мы сделаем хук вот сюда вот да 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 хук просто подай мы привесим вот сюда как он называется forward вот да теперь от нас все должно работать вот а вот у клиента должно все застрять да потому что потому что мы там мы мы эту цепочку привезли к форварду форвард теперь не работает теперь давайте потихонечку разрешать давайте потихонечку разрешать добавляем правило туда же прямо в эту табличку и нет фильтра restrict под названием tcp de port с хакцепт да давайте мы добавим сейчас сейчас у нас есть только табличка в которой полисе дроп а вот сейчас будет еще табличка в которой типы нфт вот о в этой табличке в этой цепочке есть теперь правило под названием а по втором по по двадцать втором порту пожалуйста разрешай по умолчанию дропай но если порт 22 разрешай ну скажем 10 9 0 1 это было 9 чё не никак а что не так не погодите нормально все давайте попробуем сейчас ой вот он работает да давайте мы удалим это правило посмотрим работает ли там пинг а какой restart мы же мы же сказали лист рули сет он уже там погодите 10 9 0 1 ну тут прям много а что я сделал не так ну хорошо давайте попробуем давайте попробуем удалить ее и посмотреть что получится значит что то я туплю сегодня так нфт 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 да нфт 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 нам нфт нфт чейн да блин так пробуем может он сразу не работал нет так работает очень хорошо что сделал неправильно кто мне скажет я вроде все сделал правильно теперь до спорция слушайте давайте чтобы не тормозить сделаем так мы сделаем пример который здесь потому что у нас еще много примеров впереди он привязан не к роут а к инпуту да а стойте input у нас же не там на роутере чтобы он от себя это пытался сейчас я секунду если это input то это мы принимаем только определенные порты на этом самом на srv да да ok давайте пока ну вот тут сокращение замечает что он привязан к фору да я тут хотел в процессе лекции переделать свой пример но он переделать не получилось давайте тогда сделаем как как было как было раньше 20 потому что иначе 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 мы тут завязнем значит вот мы не работает да вот мы добавляем туда правило в котором он будет в котором будет разрешаться на вход и сейчас по идее должно заработать да вот работает да даже в случае форварда там нужно было еще в обратную сторону пакеты разрешить так на секунду нет конечно мало то что пинги не работает даже авахи не работает а почему потому что у нас полиси дроп пульси дроп пульси дроп до него не доходит ничего да 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 это да извините это сделано и срв конечно если у нас на импульсе тонн и сорвать поэтому туда надо добавить всякие другие протоколы чтобы работал например мультикас dns вот чтобы авахи работал вот он сидит на 50 на порту 53 53 на удпи да 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 но у меня просто не вышло а 7 пищу какой-нибудь только я не помню как это делается сейчас ну ладно бог с ним это все надо читать документацию я наизусть все это не помню вы увидите по вот этому самому что синтаксис и nf tables очень удобен для чтения но не очень удобен для записи в том смысле что надо все это наизусть знать как это устроено вот гораздо проще посмотреть документацию тут скопипастить вот ну вот значит давайте мы давайте мы убедимся что например работает хвост не там тот же пинг или ссх вот ссх и срв . local вот это значит сработал сработал еще и авахи он сходил туда узнал что у нас рвок и вот так далее ну вот для того чтобы удалить мы с вами уже видели для того чтобы удалить всю табличку можно прям всю табличку удалить одним махом вот nf-t делит и можно указать либо handle 9 либо делит ты был ты был всю табл на и сервен чтобы он не мешал никому они и нам нужно нее нам нужен нам нужен чейн да вот чейн и нет фильтр restrict а и все теперь начнет работать вот следующий акт малюзонского балета еще один пример это проброс портов помним даже чтобы проброс портов эта ситуация это собственно destination над у нас приходит подключение на порт такой-то хост такой-то он его пробрасывает на порт другой хост другой вот значит теперь мы будем это делать не пытаясь модифицировать нашу основную таблицу вот а пытаясь пытаясь модифицировать добавлять свою собственную таблицу давайте добавим собственную таблицу это на роутере вот она пустая в эту таблицу добавим цепочку которая будет заниматься собственно форвардингом давайте посмотрим что на ней написано в таблицу под названием айпи форвардер с ссх потому что будем ссх прообразовать нет в таблицу под названием айпи форвардер добавим цепочку под названием а пифа варда сссх потому что мы пробраться с киури шелл который будет иметь тип над преобразование адресов только это будет сорсу дистанет в обратную сторону вот висеть она будет на природинг при варите у него будет в �то над потому что такой привилки и вот такая табличка сейчас все еще ничего не происходит потому что полисе по мальчанне естественно акция сейчас еще ничего не происходит потому что никак преобразование трафика собственно это табличка не делает туда правило туда значит суда пакет заходят но там нет ни одного правила добавим туда правил just a nation нато добавим правило в таблицу api форвардер cсх под названием tcp destination port 2 2 2 2 донат ту адрес клиента сейчас тут я сделал неправильно а вот теперь правильно ну допустим 10403 ну во первых 40 во вторых да блин а там какое-то число неправильное да сейчас это там русские буквы приехали 104032 вот теперь работает там остатки от русских букв невидимый давайте посмотрим что то что у нас написано вот он по моему предположению я мангую что если я сейчас с срв подключусь на роутер по порту 2 2 2 2 2 то нас прокинет на клиент на порт 22 пробуем и правда вот мы на клиенте вот проброс портов вот вон где он там вот вот значит как видите синтаксис у nft достаточно прозрачный тут прям все понятно что написано единственная проблема не ошибиться в нем когда вы это пишете вот до какой-то степени идея что читать удобнее чем писать это хорошая идея потому что это удобно изучать следующий акт марлезонского балета это ограничение частоты соединений давайте мы попробуем это где у нас на срв ограничить количество подходя подключаемых к нами соединений и в какой-то момент говорить если их больше чем 15 соединений в минуту то любые ссх соединения будут просто дропаться что для этого делаем добавляем цепочку что там добавляем таблицу вот nft от ты был айпи лимитер в эту таблицу добавляем цепочку от чейн которая должна висеть видимо на импуте да давайте посмотрим в пар галку hook input да и будет называться с хостоп ну давайте прям вот прям прям вот вот это вот скопи пастим потому что потому что потому да и так от чей в таблицу лимитер будет цепочка называться с хостоп у нее по умолчанию полиси акцепт ведь я не указал полис по умолчанию полиси акцепт вот она висит на импуте вот и ну с приоритетом фильтр эти и типа фильтр то бишь она будет что-то фильтровать пока что мы ничего не не изменили у нас нет ни одного правила а вот теперь добавляем туда правило в котором будет буквально написано что tcp на схожный порт ct это господи статус tcp какой-то короче каждые новые соединения по tcp на порт cсх типа стоит new конечный тайп стоит new каждое новое будет лимитирована по скорости более чем если скорость превышает более чем если лимит скорости превышает более чем 15 соединений в минуту то такое соединение дропается вот буквально можно прочесть вслух это правило здесь будет задействован некоторый внутренний счетчик вот это самое рейд овер состояние которого я не нашел как посмотреть почти наверняка это можно сделать но простого способа не нашел но зато можно понять как это работает смотрите сейчас попробуем заспамить заспамить этот хост вот отсюда connection tracker конечно спасибо димка димка ct это connection tracker а да 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 не отсюда вот отсюда прямо от роутера вот значит что здесь написано здесь написано что мы должны 50 раз непрерывно попытаться приконнектиться к детка там к серверу около на 22 порт я вангую что первые 15 соединений произойдут а дальше он подвиснет а даже не 1 15 первые шесть потому что он призыв они прошли слишком быстро и эта штука уже не похожа на 15 соединений в минуту она быстрее чем 15 минут вот ведь он потихонечку нам дает по одному а тот дал сразу два ну пустил 6 но за очень короткое время это значит что это если их поделить получится больше чем 15 минут вот он и рейтинг это конечно не трафик шейпинг потому что это именно ограничение на количество подключений 20 смотрите как красиво вот он 16 но а чего как это альфметику целочисленную никто не отменял да он просто контролирует количество соединений все в минуту там так написано в минуту вот если что он их группы такие дела вот причем обратите внимание дробь но не close это значит что тиспи с ней не открывается пакет выбрасывается а ответ никому нему туда не приходит тут можно было написать reset например тогда бы он просто обламывал эти типи соединения но мы-то как раз хотим чтобы они тормозили чтобы они не закрывали что они ждали в течение тайм-аута и тогда у нас получается пассаж отправляется запроса подключения потом висит в нем да совершенно справедливо reject димка димка как знаток этого сделала говорит что на горит реже вот reject пришлет а и 7 пи сообщения хвост андрич был учить в этом духе давайте попробуем решить сложную проблему давайте мы этот удалим а и пили митер нфт делит ты был а пили митер бум значит давайте решим более сложную проблему в этой более сложной проблеме мы будем использовать счетчик и мы будем сначала смотреть регистрировать каких-то чуваков которые к нам присоединяются и как только этих соединений будет больше чем 5 в секунду этих чуваков мы будем добавлять вот в это множество овер это это но это называется счетчик по 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 нф тейбл ски но это на самом деле просто множество добавлять в это множество более того не просто добавлять в это множество смотрите сюда а с условием через 6 секунд из этого множества их выбросить вот потом а нет это именно множество соврал потом мы добавляем добавляем каунтер вот то есть настоящий счетчик вот и для того чтобы можно было вот эта штука это множество а вот эта штука каунтер эта штука которую можно посмотреть глазками и мы говорим что если мы увидели на чекпоинте фильтр увидели айпишник с вот таким адресом из этого множества мы во первых его записываем счетчик а во вторых мы выбрасываем да вот зигзаг говорит что можно еще еще добавить правило вот такое конечно трекер и стэйбл шитрилл и так чтобы и правило акцепт чтобы не считать пакета которые принадлежат уже принятым соединением это нормальная практика мы здесь вот написали помните где тут стоит new да это и с ней что-то делаем по хорошему если это tcp соединение можно все остальные пакеты данного соединения если это уже соединение установлено вообще не проверять firewall чтобы не тратить время сказать вот как как предлагает зигзаг конечно трекер стоит и стэйбл шитрилл эйтед акцепт вот но это просто усложнит и без того не непростой наш список правил поэтому давайте делать по очереди и так добавляем множество прямо в нашу и нет фильтр в нашу таблицу мы сейчас будем официровать вот эту основную таблицу вот давай множество подозреваем овер раз два три четыре которая будет чего-то там считать это просто множество вот он так она называется тип у него он охранит данные типа apv4 adder в это множество добавляем правило что если в конечно трекере да мы опять же не в этом множество мы добавляем сюда же в таблицу и нет фильтр в цепочку input вот сюда правило что если конечно трекер показывает что по соединение на пост раз два три четыре мы сейчас там листнер запустим по измерению meter flood source адрес больше чем 5 в секунду добавляем этого провинившегося у которого вот такие измерения в нашу таблицу а мы добавляем раз 6 секунд добавляем или нет на 6 секунд как только как только мы видя вот такой пакет говорим что его измеритель дает больше чем 5 в секунду айпи садр да мы его сразу добавляем в эту таблицу на 6 секунд через 6 секунд оттуда вы вываливается бубух вот она это правило теперь добавляем еще счетчик потому что в эту а как дети а вот наверное таблица тоже можно посмотреть ну ладно времени у нас нету нас нету времени давайте мы проделаем то что написано тут а остальные упражнения можете попробовать дом потому что реально очень интересно что мы делаем счетчик счетчик нужен за тем чтобы его просто смотреть это такой имеющийся объект который можно сказать лист что в нем лежит поглядеть добавляем счетчик вот он counter там пока ничего вот ну и наконец главное правило в котором написано что все что мы нашли в нашей нашем множестве овер раз два три четыре записывать в стат вот в этот самый счетчик и выбрасывать после этого бубух вот теперь у у нас приделана такая штука давайте запустим сейчас сервис на на раз два три четыре на порт вот сакат нет сакат я сказал а смотрите мы здесь запустили сакат этот сакат расскажет нам количество количество данные из этого самого каунтер стат чтобы да чтобы можно было в него красиво посмотреть без него и все работает мы просто помещаем чтобы можно было читаться вот ну чё запускаем флудилку так только тут адрес хоста давайте да кто у нас там и сервы local порт раз два три четыре о смотрите да потому что мы туда еще ни разу не попали а вот теперь мы туда попали по дворям было пока у нас не забанили через шесть секунд на туда разбанимся потому что эта табличка через шесть секунд обнуляется и пошли дальше вот кстати можно ли как-то можно ли как-то и на флист не каунтер а вот этот самый кто она там сет наверняка же можно лист сет овер раз два три четыре только она не и нет фильтра развиты четыре да нет фильтр только там никого нет понятное дело ну в общем вот такая вот такая вот тема кажется я все сказал что хотел по практике ну давайте попробуем сейчас еще раз вот так вот сделать о а вот и мы смотрите я слева на роутере запустил этот эту ну с пушилку флудилку вот мы посмотрели количество содержимое таблички вот она вот уже нету такие дела значит осталось совсем немного времени собственно его не осталось но видимо надо поговорить дальше значит главный ресурс по в нфт это сайт нфт где есть вообще все а нет это 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 другое там суду каньсер нфт был сайт нфт был сяш на него ссылался почему здесь нет ни одной ссылки на сайт и нфт был свечу совсем ну короче надо сюда положить конечно вот и как ковычной арчевики арчевики это очень хороший ресурс там прям вот все четко черным по белому написано они его обновляют то есть тут вроде бы нет ни гид консистенции но самый нфт был конечно это это очень мощная штука нет фильтр кстати кто бы назвал это нет фильтром наверное был прав и это таки другой интерфейс я все-таки правильно поначалу ответил ведь и нью кинкендер пакет классификация фреймворк нью потому что видеть там целый язык вот язык там очень сложный его надо изучать в общем в общем вот значит чтобы закончить разговор давайте попробуем подняться еще на уровень выше на прикладной уровень и подумать над тем что такое межсетевой экран прикладного уровня то есть фильтрация перенаправлении изменения трафика но когда мы его уже грубо говоря получили вот ну во первых конечно всякий антиспам родительский контроль то есть какая-то какие-то действия с трафиком на основании его контента и это на самом деле вполне себе мышцевый экран уровня пятого вот но вот модные нынче тема dpi до которые значит внутри трафика что-то такое там находит и на этом основании что-то с вами делает это тоже в общем уровня уровня прикладного вот традиционно это называется layer 7 firewall не 5 а маш в сторону стек протоколов асису надо сказать что понятное дело у каждого протокола прикладного свои идеи в принципе вот таких огромную не огромных а наоборот понятных нормальному человеку проектов мышцевых экранов прикладного уровня просто нет мы можем обеспечить какую-то фильтрацию контента на основании нашего знания контента это будет там ну не знаю от блокер какой-нибудь тоже типичный мышцевый экран прикладного уровня да там прям даже есть какие-то правила какие значит урлы нам блочить какие не блочить вот но в целом эта задача разумеется нерешаемый вот но есть такие большие проекты типа не тифая который такие вещи умеет они тут повсюду хвастаются что не open source на вопрос чем они лучше чем конкурент они пишут что open source они много чего умеют я потратил на минут 20 чтобы найти где у них исходники лежат но слушайте но пансов но такой бизнесовый слегка вот слегка бизнесовый вот хотя они лежат в долине чем там во вполне очевидном месте эти самые исходники в разделе в разделе source вот так и такие дела вот при этом у них есть кора маленькая совсем это видимо какой-то пачки дру вот я не разбирался и у них есть собственно нити файд который занимает 47 мегабайтов потому что по всей видимости там еще всякие кусочки на тренингых сеточек о крауд краудсек краудсек это очень интересно потому что я до него не добрался я увидел но мне он не показался ну еще один да найдите 10 отличий покажите мне кнопку ооо есть кнопка знаете что это даже интереснее давайте к я спасибо дорогой зигзаг спасибо дорогой зигзаг давайте-ка я это запишу сюда потому что это важный момент что есть еще краудсек я вчера искал честно потратил много времени выяснил что их нет так но это кажется все что я хотел рассказать даже все успел давайте домашнее задание у нас будет на тему естественно фаерволы вот и в этом фаерволе я думаю давай 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 я думаю что нужно будет пока он там думает я уж сам схожу я думаю что нужно будет что-нибудь забанить нужно будет сделать фактически ту же самую тему что у нас выход в интернет настраивается роутер делает проброс прям как в лекции ограничение по количеству вот а вот это вот ограничение по количеству входящих соединений это ровно то что мне сегодня не удалось на лекции нужно перетащить из input на срв в forward на роутер ну в общем сейчас будет разрешить чтобы обратно да 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 конечно что-нибудь в обе стороны все вот все задание значит это у нас была предпоследняя лекция по договоренности с вами и скорее всего народ это поддерживает последняя лекция будет уже там не короче не в снизу не в понедельник не в субботу вот потому что у нас осталось только поговорить про туннели и vpn и собственно все а в субботу у нас понедельник и в этот видимо будет лекция по пятнему решим решим в чатике я не очень хочу устраивать между майскими лекции вдруг кому-то из вас не захочется приезжать с дачи решить такое вот ну вот устроим устроим опрос вот среди нас четверых кто будет кто хочет 6 числа я я буду читать посмотрим короче потому что будет еще следующая лекция то она как раз нормальное время все значит есть какие то вопросы задавайте если нету то я уже кажется кажется все вот если кто-то вокруг вас ходят всякие у моего провайдера все ip адреса в моей подсети в арп таблице имеет один и тот же мак адрес для чего так сделано это называется арп прокси это не для защиты да это похоже на рп прокси димка димка это просто у них роутер так их их даже не роутер это такой бридж для бедных понимаете да а рп просек это ближе для бедных когда мы говорим ну чё нам на уровне бриджа какой-то фаерволы делать мы сейчас поставим кнопочку прокси рп и все айпи адреса будет иметь единственный мак адрес нашего маршрутизатора дальше он будет сам решать есть такие решения просто какой-нибудь не знаю какой-нибудь извращенный или наоборот супер тупой железяки иногда так делают вот ну что значит да я хотел сказать что по своим возможностям и по своим так сказать читаемости читаемости просто несравнимы с epitables всем рекомендую именно его если вы собираетесь изучать фаервол вот начинайте с этого все всем спасибо спасибо